МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стать дизайнером-модельером мечтают многие молодые девушки. Бесспорно, профессия престижная и востребованная одна из немногих творческих специальностей, которая всегда прокормит. Героини сегодняшнего выпуска Ангелина Люба и Анина хотят стать модельерами и швеями. Девочки-победительницы конкурса сочинений среди воспитанников школ-интернатов на тему профессии «Моей мечты». Как и обещали организаторы конкурса, девочки отправляются на одну из крупнейших предприятий легкой промышленности – швейную фабрику «Рассвет». Здесь на швейной фабрике «Рассвет» 45 лет придумывают и шьют школьную форму. Для начала модельер создает эскизы – главные рабочие инструменты, карандаш и бумага. Нарисовать платье – лишь сотая доля работы, признается дизайнер-конструктор Татьяна Кириллова. Человек без творческого потенциала не может стать хорошим модельером. Конечно, умение рисовать очень пригодится в создании эскизов. И черчение нужно знать хорошо. Пространственное мышление облегчит работу модельера, например, при создании выкроек. Работа начинается с того, что я придумываю модель. Я сама рисую эскизы. Я рисую несколько эскизов и выбираю, которые лучше, чтобы ввести его в компьютер. Чтобы мне легче было работать, я делаю эскизный проект. Я рисую отдельно эскиз, который мне понравился, и наношу все конструктивные линии. Я вношу все конструктивные линии, чтобы мне было легко работать в компьютере. Я рисую подрезы, рельефы, разрезы, линии строчек. Потом, чтобы швеем было легче работать, по линиям строчек я делаю намеловочные лекала. Раньше модельер вручную переносил на бумагу полученные результаты в виде чертежа. Так получались лекала для выкройки. В 21 веке на помощь человеку пришел компьютер и современная техника. Придуманная модель заносится в специальную программу, задаются необходимые параметры. Кстати, программа упростила задачу расчета ткани. Машина сама максимально уменьшает расход материала. Теперь кнопка «Печать», плотер – устройство для автоматического вычерчивания рисунков – выдает нам лекала на большом листе бумаги в масштабе один к одному. Теперь пора воплощать задумки в жизнь. Умение шить – важное качество для дизайнера-модельера. Специалисту недостаточно быть художником – нужно знать весь процесс создания костюма. Умение работать с тканью необходимо, поясняет Татьяна, чтобы создавать удачные модели одежды. Поликалу намеливают на ткань и краят. Под четким руководством модельера каждый из школьниц попробовала выкроить деталь блузки. Кстати, ткань капризная – стрейч, поэтому нужна сноровка. Пора приступить к непосредственному пошиву. Швея с многолетним стажем сделала строчки буквально за несколько минут. Девочки в восторге. Но не все так просто. Разработка новой модели – процесс очень трудоемкий и длительный. Эта блузка не сразу отправляется в серийное производство. Именно в этом цехе занимаются пробами. Если что-то топорщится или не лежит ткань, все придется переделывать. Примерка за примеркой – и так появляется новая вещь. У меня в процессе шитья все меняется. Вообще, это должно делаться, допустим, пару дней я должна эскизный проект создавать. Я это делаю за 7 минут, а потом уже на крое изменяю. Что важнее в этой профессии – придумать оригинальное платье или уметь шить его? Одно без другого невозможно. Особенно, если вы хотите стать дизайнером-модельером. Люди, которые готовы посвятить всю жизнь служению моде, не должны унывать в минуту неудач. Тем, кто решил добиться каких-то высот в профессии модельер или швея, придется вычеркнуть слово лень из своего лексикона. И школьницы увидели это своими глазами. В этом цехе работает 18 сотрудниц. У каждой свои обязанности. Одни закройщицы занимаются только нарезкой полотен, другие – выкраиванием отдельных деталей. Например, с помощью этого станка-ножа закройщица может за несколько секунд вырезать до сотни деталей одного типа одновременно. На другом станке работают с клеевой основой. Здесь у каждой работницы своя операция. Вот эта работница целый день намеляет. Она приходит с утра и до вечера делает только одну операцию. Там на ножах работницы тоже не меняются ножами, а не каждый работает на своем месте. Дальняя работница, она клеит номера на каждый слой, чтобы швеи не перепутали слои. Следующая работница собирает крой, где уже наклеены ярлычки. Она их собирает, упаковывает и завязывает. Двумя этажами выше святая святых – швейный выпускающий цех. Именно здесь задумка модельера превращается в готовое произведение искусства. При этом у каждой сотрудницы своя задача. На этой машине швея делает двойные лицевые строчки. План в смену – 60 операций. На соседнем станке – одинарные строчки на брюке. Операция легче, поэтому план больше – 146. Больше всего школьниц удивила машина-автомат. Положив под иглу несколько деталей, нажимаем кнопку – и вот задний карман мужских брюк готов. На одном участке сотрудницы занимаются пошивом брюк, другие только пиджаками, третьи шьют блузки. Во время экскурсии для съемочной группы, да и для самих школьниц, большой неожиданностью стала встреча с работницей-выпускницей той самой цивильской коррекционной школы, откуда приехали наши героини. Девочки заметно оживились и стали бурно что-то обсуждать. Пять лет назад Алина Иванова после окончания школы пошла в техникум и выучилась по специальности швея. Уже около года девушка работает на фабрике. Приобщить зрителей к своему пониманию красоты и заглянуть в мир моды Алина пытается уже в свои 11 лет. Ученица четвертого класса в принципе уже определилась со своей будущей профессией, чему могут позавидовать многие старшеклассники. Я хочу стать модельером. Модельер – это человек, который придумывает модные одежды. Сначала он их рисует, а потом шьет. А ты сама умеешь рисовать? Ты любишь рисовать? Да, я люблю рисовать. Вот я вижу у тебя картинки, ты мне покажешь? Да, я покажу. Ты сама придумала? Да. Давай, я посмотрю. А для кого ты хочешь создавать одежду? Для себя? Для своей мамы? Для своей мамы, наверное, ты вот это платье хочешь сделать, да? Самое красивое. Наличие лишь диплома об окончании колледжа или училища для профессиональной карьеры в этой области недостаточно. Дизайнер-модельер должен обладать хорошим глазомером, художественными навыками, а также быть точным, аккуратным и готовым к долгой, кропотливой работе. Но самое главное – собственное желание и стремление. Я тоже с детства мечтала всегда стать швеей. Я придумывала куклам одежду, я изрезала очень много маминой одежды. Она меня так ругала, я помню. И к 11 классу я уже определилась, что тоже хочу придумывать одежду и сшить ее сама. Учиться я пошла сразу по специальности. Училась я в Чебоксарском электромеханическом колледже. Там я проучилась 4 года. За это время я прошла тоже много изделий, сама много чего придумала. И потом после учебы пошла работать. Прикладные знания и умения девочки черпают на уроках технологии в своей цивильской коррекционной школе. Помимо этого ученица посещает внеклассные кружки рисования технологии. В своем сочинении Люба призналась, что ее крестная мама тоже швея. Одежду, которую она шьет на заказ, всегда особенная, потому что изготовлена в единичном экземпляре. И, как считает старшеклассница, каждый человек должен уметь и завтрак себе сварить, и пуговицу к пальто пришить. На этом заводе очень много работает людей. И все они помогают друг другу. Мне очень понравилось то, что я встретила на заводе глухую свою подругу, девочку, которая училась в нашей школе. Понравилось, что все работники работают, не общаются, не разговаривают, а все заняты своей определенной работой. Мне очень нравится рисовать, придумывать модели юбок, жилетов. Пока, конечно, не знаю, куда пойду учиться, пока думаю. Одни модельеры работают в компаниях по пошиву одежду, как, например, Татьяна. Другие открывают собственные модные дома. Третьи занимаются частной практикой, шьют на дому. Какой профессиональный путь выберут Люба, Ангелина и Анина? Будут ли они модельерами или придется работать портными? А может, они вовсе решат сменить профессию? Предсказать сложно. Все зависит от них самих. Но то, что нужно стремиться к своей цели, учиться и трудиться в свои 11, 14 и 15 лет, девочки поняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова